Семенар. Значит, много вопросов перед вами, то есть он достаточно большой, но я думаю, что многие вопросы, которые здесь изложены, у нас не претерпели каких-то бессущественных изменений, поэтому я, конечно, постараюсь с вами сойти, если они особенно вас интересуют, и вы зададите какие-то дополнительные вопросы, то есть это все, что мы можем проговаривать в рамках нашего семенара. Значит, я же постараюсь все-таки сделать акценты на наиболее существенных моментах, то есть на тех изменениях, которые, возможно, у нас произошли. Я не буду, опять же, комментировать абсолютно все изменения, которые у нас в 2010 году, потому что и на прошлых семинарах мы говорили, в общем-то, и в процессе своей работы, возможно, не поинтересовались, да и более того, они абсолютно не всегда касаются всех абсолютно аналогов и потерьщиков. Но, тем не менее, есть определенные письма, разъяснения, мнения, которые сегодня существуют по тем или иным вопросам, есть документы, которые издает у нас сегодня Минфин, и будут, в принципе, по этим вопросам, как я считаю, наиболее актуальны, потому что они чаще всего возникают у налогоплательщиков, я и пройдусь. А потом уже в рамках там оставшегося времени мы, возможно, поговорим и о, ну, будем так говорить, уже сожившейся ситуации, которая у нас сегодня существует, но и тем вопросам, которые у вас возникают. Поэтому немножечко, как бы сначала, наверное, все-таки о вопросах налоговложения, хоть у нас немного по-другому стоит в плане, а потом уже о бухгалтерском учете. Тем более, что мы сегодня, на 2010 год, перешли на бухгалтерский учет с теми же положениями, нормами, которые существовали в 2009 году. То есть, несмотря на то, что Минфин, в общем-то, предполагает, в 2010 году принять новые положения по бухгалтерскому учету, особенно, как было для субъектов малого предпринимательства, но пока вот это положение не принято. То есть, в плане методики введения бухгалтерского учета, пока работаем с теми, которые уже были ранее приняты. Значит, что же касается, как бы, документов, которые на сегодня возникнут, то вот обращу внимание на следующие документы. Значит, ну, в первую очередь, напомню о том, что буду так немножечко с одного налога на другой переходить, поскольку все-таки они у нас как-то в равной степени важны. Значит, вот хотелось бы напомнить о том, что по-прежнему у нас в рамках налога на добавленную стоимость, наверное, существенным является вот эта процедура получения возмещения НДС, которая работает по 176-й статье Налогового кодекса. И в основном, конечно, если эта норма не касается крупных налогоплательщиков, у которых действительно сумма уплаченных налогов за предыдущие три года превышает там 10 миллиардов рублей, это огромная сумма. Для них сегодня существует с 2010 года особый порядок возмещения, то есть они могут по гарантиям из банка сразу возмещать сумму НДС из бюджета. Но, как вы видите, очень круг их маленький, ну, не маленький, а ограничен, да, то есть это специальная статья 176.1 у нас была введена с 2010 года в налоговое законодательство. Тем не менее, основная часть налогоплательщиков встается на старой позиции, то есть она продолжает возмещать НДС в обычном порядке. То есть если у нее сумма НДС в уплате в бюджет меньше, чем сумма вычетов, значит она в обычном порядке сдает свою декларацию, налоговая инспекция ее проверяет три месяца, затем выносит решение о результатах проверки или акт, если она не согласна с результатами, то есть суммой возмещения. Значит, что бы мне в этом отношении хотелось напомнить? Но еще раз просто напомнить о том, что уже с начала 2009 года, с 1 января, в статье 176 существует порядок, который говорит, что налогоплательщики при возмещении НДС получают не одно, ну будем так говорить, не получают, а имеют право получить не одно, а два решения. То есть если даже налоговая инспекция, проверив вашу декларацию, частично соглашается с тем, что у вас на основании каких-либо документов, вычеты возможны, то соответственно вы уже, она обязана вам уже вынести первое решение и только затем уже вынести акт по результатам проверки оставшейся части НДС. Ведь до сих пор налоговая инспекция не до конца выполняют эти нормы и налогоплательщики понимают о том, что они там могут или не могут возместить эту сумму уже после всей процедуры проверки, которая порой длится там до полугода. Поэтому хотелось бы вот об этой норме напомнить, она давно существует, просто конечно нужно обращать внимание на ставить на это. Но для того, чтобы правильно оформлять эти решения, налоговые органы еще раз переиздали свои документы, значит вышел приказ Федеральной налоговой службы, он совместный Федеральной налоговой службы и Минфина об утверждении форм документов, которые налоговые органы используют для подтверждения возмещения налогоплательщика, для вынесения решения о возмещении налогоплательщику НДС в рамках 176 статьи. Такие формы документов решений были, сейчас они вот новым приказом переизданы. Это приказ от 23 марта 2010 года, то есть это документы, которые налогоплательщик должен получить от налоговых органов, значит приказ от 23 марта 2010 года, номер этого приказа ММ-7-3 дробь 136. Значит если вы сталкиваетесь с этой проблемой, вы можете ознакомиться с этим приказом, потому что в нем также рекоментирован порядок выдачи этих решений, то есть указываются разные формы решений, когда налогоплательщику полностью соглашаются с возмещением или частично соглашаются с возмещением. Значит ранее эти формы были еще изданы в 2007 году и работали с 2008 года, а сейчас вот они в новом виде, поэтому вот такие формы у нас сейчас работают. Но приказ уже в общем-то вступил в действие, поэтому вот с апреля, с конца апреля месяца налогов органы именно должны выдавать решения по двум, вот по варианту тех форм, которые даны в этом приказе. Поэтому вот об этом бы хотелось напомнить. Но сразу вот охватывая круг этих вопросов, также хочу напомнить о том, что на самом деле конечно сегодня с 2010 года у нас получать возмещение из бюджета в принципе становится легче. Во-первых, в первую очередь у нас изменился немножко порядок подхода к сдаче уточненных деклараций, но немножко изменился, да. То есть 54 статья у нас претерпела изменения. И с 2010 года в этой 54 статье налогового кодекса говорится о том, что если у налогоплательщика, то есть если он например выявляет какие-то нарушения или искажения, не будем называть это нарушением, это искажение в части составления налоговой декларации. И если в этом случае эти искажения не приводят до начисления налогов за более ранний период, то налогоплательщик имеет право эти искажения поправлять в текущих налоговых декларациях. То есть смысл заключается только в том, что у нас нет обязанности обязательно сдавать уточненные декларации, например, также в случае выявления каких-либо неучтенных счетов фактур или получения в более позднем периоде. То есть сегодня 54 статья говорит о том, что если то или иное искажение или получение каких-либо документов не приводит до начисления налогов, значит мы их можем смело отражать в текущем налоговом периоде. Об этом теперь говорит 54 статья. Поэтому, конечно, сегодня налогоплательщики за счет этой статьи, возможно, реже будут обращаться за размещением и, в общем-то, попадать под налоговую проверку. Но если это нужно, то, в принципе, регламент установлен четкий и абсолютно нормально должен работать. Ну и еще, конечно, хотелось обратить внимание, что с 2010 года у нас также вступили поправки в 169 статью налогового кодекса в части оформления счетов фактур. И там говорится теперь о том, что если счета фактуры содержат несущественные искажения, и самое главное, эти искажения могут быть подтверждены другими документами, то есть, например, допустим, неправильно или искажена форма, организационно-правовая форма налогоплательщика, название вдруг неправильно написано, но при этом есть первичный документ, накладная, в котором можно идентифицировать эти показатели, то в этом случае такая счет фактура считается действительно и верной. Путем вот этой нормы, введения этой нормы, закрылись такие вопросы, как наименование товаров, работу, службы. Помните, за прошлый год мы, веки, много издавали вопрос писем по поводу того, что если нет расшифровки четкого наименования работы услуги в самой счет-фактуре, значит, счет фактуры недействительный. Например, написали работа по договору. Им это не нравилось, как бы исходя из этих писем. Теперь это не является существенной нормой или нарушением. Самое главное, что мы в этом случае можем приложить договор или акт, в котором прописано вот это наименование работы услуги. Это тоже не является нарушением. Значит, также не является нарушением, например, если итоговая строка по счету-фактуре, например, много там наименований товаров, итоговая строка подбита неверно. То есть, например, там искажена какая-то общая сумма. Это тоже является несущественным нарушением. То есть, поэтому вот эта статья, она теперь позволяет вот такие, как бы, будем так говорить, нечеткости в счетах фактуров, если они идентифицируются через другие документы. Точно так же, например, неправильно указаны ННН, КПП, но если это указано в других документах, которые идентифицируют этого налогоплательщика, то это все признается. То есть, самое главное, этот пункт для чего работает? Для того, чтобы... То есть, смысл основной счета-фактуры, как всегда, как суды его рассматривали, заключается в том, чтобы по этой счет-фактуре можно было идентифицировать поставщика. То есть, понять, кто поставку сделал товар в работу услуг и сделать, например, те же встречные контрольные мероприятия.